Далее в программе указывая ПУЦ. Оторвитесь от того, чем вы заняты, и начните вспоминать Божие благословения, произошедшие в вашей жизни. Вспомните, как Бог защищал вас и как Он присматривал за вами. Вспоминайте, как Он действовал в вашей жизни в прошлом, ведь сегодня тот же самый Бог хочет благословить и ободрить вас, дабы действовать через вас снова. Смотрите далее. Никогда не сдавайтесь. Никогда не разочаровывайтесь в библейских истинах и непогрешимости и целостности Слова Божьего. Никогда не оставляйте вашу веру. Когда вы поймете всю предысторию второго послания к Тимофею, тогда вы сможете осознать всю важность этой книги Писания для вашего поколения. В ней апостол Павел, уже состарившийся заключенный, понимающий, что его дни сочтены и встреча лицом к лицу с Иисусом приближается, он решил написать это послание как наследие для будущих поколений церковных лидеров и прихожан. Из книги Деяний и исторических документов мы знаем, что апостола Павла дважды заключали в тюрьму. Помните, когда он потерпел кораблекрушение по пути из Иерусалима в Рим? Это его первое заключение. Оно было больше похоже на домашний арест. Да, его содержали под стражей, но в съемном жилье, где он мог принимать посетителей. Затем его освободили, так как не было доказательства его вины. После этого он отправился в Испанию, и этому есть обоснованные подтверждения. Помните, он писал в послании к кремлинам, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами». Целью и желанием его жизни было проповедовать Евангелие и в Испании. Таким образом, он бы охватил всю империю от края и до края, и после его возвращения из Испании, он был снова арестован в Траде. Это случилось во времена сильнейших гонений, когда Нерон сжег Рим и обвинил в этом христиан. Это было время ужасных и жестоких гонений. Как раз и в этот момент Павел был арестован и помещен в темницу. Уже состарившийся и целесно ослабевший апостол Бога томился в темнице. Точно неизвестно, как долго апостол Павел пробыл в этом ничтожном месте, но мы знаем, что именно оттуда его отправили на место казни. Спустя некоторое время, после того, как его поместили туда, апостол взял бумагу и ручку и стал писать для будущего поколения. Я очень благодарен Господу за то, что это послание сохранилось, а также верю, что апостол Павел написал его, чтобы каждый, кто испытывает поражение, мог пережить победу. А еще заодно и триумф, чтобы абсолютно каждый, кто испытывает отчаяние, мог обрести радость, чтобы каждый из нас, находящихся в разочаровании, смог бодриться. Мы ясно видим, что апостол Павел очень хорошо знал своего духовного сына Тимофея. Он хорошо знал все его сильные стороны и все его слабости тоже. Он очень хорошо знал его. Ему была известна склонность Тимофея к разочарованию и саможалости, и как он был искушаем желанием выкинуть с полотенца и сдаться. Судя по всему, Тимофей был робок душой. В нем не было уверенности, что позволяло недобросовестным людям использовать его. А вот апостол Павел, уже предчувствуя свой уход на небеса, пишет Тимофею, если выразить в двух словах следующее. Это лейтмотив, основная мысль. «Никогда не сдавайся». Никогда не сдавайся на данном этапе моей жизни и служения. Я считаю, что это послание является очень важным для церкви в 21 веке. Мы потеряли с вами ощущение срочности, и я молюсь, чтобы Бог на самом деле расшевелил это чувство в наших сердцах и сердцах тех, кто смотрит нас по всему миру. Если вы согласны с этим, пожалуйста, скажите со мною «Аминь». Я благодарю Бога каждый день за то, что Он поднимает новое поколение юных Тимофеев. Я верю всем сердцем, что в этой церкви много юных Тимофеев, которые не стыдятся истины Евангелия. Эти юные Тимофеи, благословения для церкви, они будут защищать истину до пришествия Иисуса. Так давайте вместе просмотрим первые семь стихов первой главы второго послания к Тимофею. В первом стихе апостол Павел, как и в остальных своих посланиях, заявляет о своем уникальном жизненном призвании во Христе Иисусе. Как и все 12 апостолов, Павел был признанным апостолом, потому что главным условием апостольства являлось то, что они встречали воскресшего Господа Иисуса. И Павел смело называет себя апостолом, так как он не только встретил воскресшего Иисуса по дороге в Дамаск, но и получил лично от него поручение нести Евангелие язычникам. Поэтому он не боится умереть во Иисусе и ради Иисуса. Взгляните на второй стих. Павел обращается к Тимофею как сын, не как к своему физиологическому сыну, но сыну духовному Тимофей пришел к Господу через служение апостола Павла, который и стал его духовным отцом. Если вы следите за нашим служением, указывая путь, то знаете о нашем видении 20-25, которое Бог дал мне после поста и молитвы. Оно о том, что когда я попаду на небеса, я хочу увидеть там миллион своих духовных сынов и дочерей. И я благодарю Бога за то, что оно уже совершается. Давайте пройдем вместе с 3 по 6 стих. Здесь вы увидите не просто глубоко личные слова, когда-либо сказанные апостолом Павлом, а вы найдете здесь самые сокровенные слова, которые он когда-либо написал в своих посланиях. Здесь он говорит Тимофею, «Непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах». Не просто «молюсь о тебе по утрам», или, как он говорит о других, вспоминая о тебе, или каждый раз думая о тебе. Нет, он говорит «молюсь о тебе» и днем, и ночью. Какое же это ободрение и поддержка для Тимофея, знать, что великий апостол Павел молится за него день и ночь, круглые сутки. Он говорит, «Тимофей, я молюсь за тебя днем и ночью, и вспоминаю твои слезы, и твою нелицемерную веру. Вспоминаю твое наследие в Боге, твою благочестивую маму и бабушку, которые тоже молились за тебя. Они служили тебе и наставляли тебя. Они подготовили твое сердце к тому, чтобы, как только ты услышишь Евангелие, поверить в Него». Здесь, возлюбленные, я бы хотел задержаться на одну минуту. Сеяние Слово в сердца и умы ваших детей и внуков непременно даст плод. Уж поверьте мне, я говорю это на основании Слова Божьего. Вы можете не увидеть эти плоды сразу же и сию секунду, но никогда не сомневайтесь, потому что рано или поздно плоды обязательно появятся. В случае с Тимофеем очевидно то, что он был близко знаком с пророчествами об Иисусе и хорошо наставлен Ветхом Завете мамой и бабушкой. Они подготовили его сердце быть в предвкушении прихода Мессии. Они явно научили его жить в ожидании этого чудесного момента с помощью страниц Ветхого Завета. Они помогли ему осознать всеважность всего этого, и поэтому совсем неудивительно, что они добились результата, потому что как только он услышал от апостола Павла, что Мессия пришел, жил, умер, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, и скоро вернется как судья, Тимофей сразу же поверил в Иисуса Христа. Мы не знаем точно, но, скорее всего, отец Тимофея был язычником и, вероятно, греком. Он не упоминается, поэтому не будем касаться этого, но здесь Павел показывает нам пример того, о чем я говорил вам выше. Мы разбирали это с вами в 7 главе 1 стихе. Помните первое послание к Коринфянам? Это то место, где он говорил о том, что дети освящаются своими родителями, даже если только один из них верующий. То есть, у Бога есть план для каждого ребенка, даже если у него только один родитель христианин. Надеюсь, это еще живо в вашей памяти. Итак, апостол Павел говорит нам, вот вам пример. Пример номер один того, чему я вас учил, как дети верующих родителей становятся христианами. Пример номер один. Это Тимофей. Он стал преемником великого апостола Павла благодаря вере, которая была у его матери и бабушки, благодаря их наставлениям и благодаря семени, которое они посеяли в его сердце. И еще, вспоминая, Павел говорит, «Я помню, как ты принял Святого Духа через возложение наших рук. Я прекрасно помню, как ты получил дары Святого Духа подобно тому, как и мы в свое время. Помню, как ты упражнялся в этих дарах. И далее, великий вдохновитель, апостол Павел, произносит, «Я все это помню, Тимофей, и я благодарю Бога за тебя». Это действительно изумительные слова для унывающего Тимофея. Возлюбленные, знаете, что тот же самый дьявол, который старался сбить с толку Тимофея и заставить его сдаться, прикладывает все усилия к тому, чтобы сегодня сделать с вами то же самое. Это один и тот же дьявол. Он изо всех сил искушал Тимофея, чтобы тот отказался и свернул с пути, чтобы он сдался, а он хотел замедлить его. Это тот же самый дьявол, и он искушает вас сегодня. Я бы сделал все, что угодно для того, чтобы ободрить вас и заставить оторваться от того, чем вы заняты. Начните вспоминать Божие благословения, произошедшие в вашей жизни. Вспомните, как Бог защищал вас и как Он присматривал за вами. Вспомните, как Он спасал вас. Иногда вы даже не замечали этого. Вспоминайте, как Он действовал в вашей жизни в прошлом. Ведь сегодня тот же самый Бог желает благословить и ободрить вас, чтобы действовать через вас снова. Это приводит меня к самой сути того, что Павел говорит Тимофею в этом конкретном отрывке. Вот что он сказал. Тимофей, избавься от своей робости. Стряхни с себя страх. Оставь свое уныние. Избавься от усталости. Не поддавайся соблазну сдаться и просто расслабиться. Давайте вместе посмотрим на седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни или страха», что одно и то же. Но силы и любви и целомудрия. Из этого отрывка я понимаю, что есть особый дух, злой дух, не имеющий с Богом ничего общего. И этот злой дух специализируется на страхе, и мы можем сказать на это «Аминь». Это его специализация. Есть кое-что, что вам надо понять. Когда вы читаете послание к Ефесинам, то понимаете, что существует определенная иерархия. Также в моей книге «Завоевание» я рассказываю оба иерархии, существующей в духовном мире между сатаной и его бесами. Итак, этот злой дух не от Господа, и он внушает страх. Не знаю точно, сколько конкретно бесов, может, миллиарды или миллионы, этот злой дух смог бы задействовать, чтобы оказать влияние на верующих в Бога. Нам это неизвестно. Мы точно не знаем, сколько бесов подчиняются его приказам, да это и не имеет значения. Но важно то, что мы знаем, что он не от Господа, это злой дух. Библия говорит нам, тот, кто в вас, а это святой дух, больше того, кто в мире, то есть всех злых духов вместе взятых. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Тот, кто в нас, намного больше того, кто в этом мире. У этих злых духов есть одна главная задача. Они очень сконцентрированы. А на чем же именно? И в чем их цель? Они хотят парализовать вашу эффективность. Они стремятся нейтрализовать ваше влияние и притупить ваше духовное чувство. Они хотят посадить вас в клетку ужаса, вами же и построенное. И здесь есть некоторая ирония. Павел находится в темнице, но он знает, что если мы живем в страхе, то мы в еще худшей темнице, чем он. Если мы живем в страхе, то мы за решеткой, гораздо более прочной, чем стальная. Страх — это тюрьма, из которой не сбежать. Поэтому апостол Павел хочет, чтобы Тимофей, и все мы знали, дьявол управляет духом страха. Но так как дьявол лжец, то он не придет прямо и не скажет, «Я страх, я пришел запугать тебя». Нет, он обязательно замаскируется. Он придет к тебе под видом чувства суперпредусмотрительности. Понимаете, о чем я? Я просто буду осторожен. Я просто хочу быть уверен, что поступаю правильно. Так давайте не будем рисковать. Давайте не будем делать глупости. Давайте не будем идти за Богом, если не уверены в этом. Это такое чувство неспособности и неполноценности, незащищенности и недостатка уверенности. Ложная скромность. Ну, другие смогут лучше, чем я. Конечно, смогут. Но Бог призывает тебя. Я знаю, о чем я говорю. Я был на волоске от смерти. И видел страх лицом к лицу. Но Дух Святой вдохнул в меня силу и сказал, «Не бойся». Эти два слова. Наш Господь. Иисус Христос повторяет снова и снова для тебя, для тебя и для тебя и для тебя, для каждого. Он снова говорит всем нам, «Не бойся». И мы можем сказать это вместе. «Не бойся». Не надо бояться жизни. А почему? Да потому что Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Он и есть настоящая жизнь. Так что не бойся смерти. А почему? Да потому что Иисус сказал, «Я живой и был мертв, и все жив во веки веков. Не бойся неизвестности». Почему? Да потому что Иисус сказал, «Есть Альфа и Омега, и все, что между ними. Есть кое-что, чему великий апостол научился за более чем 30-ти летний путь с Господом за время служения, за время проповеди Евангелия». Он хорошо осознал, что есть только одно лекарство от страха. Возлюбленные, есть только один антидот от страха. Что же это такое, и что это может быть? Это Бог, полностью контролирующий твою жизнь. Только Он может изгнать страх. Это может не произойти. В один миг, но это возможно. Спросите себя, что мешает вам действовать, чем вы. Оправдывайте свое нежелание жертвовать и служить. Может, дело в страхе неудачи? Я знаю все о неудачах. Я испытал это не один раз, но я лучше попытаюсь и потерплю неудачи, чем так ничего и не попробую. Послушайте, вы непобедимы до тех пор, пока не приняли поражение в свое сердце. Позвольте, я повторю, вы непобедимы до тех пор, пока не приняли поражение в свое сердце. И услышите меня. Если вы упали, это не означает, что вы проиграли, но поражение приходит, когда вы остаетесь лежать. Понимаете? Иисус никогда не заведет вас в тупик. Он всегда найдет объездную дорогу. Иногда люди говорят мне, «Майкл, мои грехи из прошлого преследуют меня». Понимаешь? Но они не могут на вас влиять. Они омыты кровью Иисуса Христа. Бог похоронил твои грехи глубоко в море и поставил знак, «Здесь рыбалка запрещена. Дело в страхе, неизвестности». Аминь. Библия говорит, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Оно выглядит страшно, но не может нанести вреда. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Слово Божие обращается ко всем нам сегодня, вне зависимости от того, где мы, и говорит то же самое, что и Тимофею. Нам надо осознать, что Бог контролирует все в нашей жизни. Не имеет значения, как сильно лает дьявол, ведь мы уже приняли победу благодаря Иисусу, который дал нам Святого Духа, а Святой Дух дал нам Свою силу. А эта сила дает нам смелость и стойкость. Он дает нам способность любить недостойное любви и дает нам все, чтобы мы были верными воинами Иисуса Христа. Примите эту любовь сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok